Все в этом мире взаимосвязано. Мы живем на берегах Балтики, и это нас объединяет. Хотя мы живем и в разных странах. Если что-то случится в одной части Балтийского моря, это неизбежно отзовется в другой части этого гигантского живого организма. Получение и потребление энергии – сфера деятельности, которая очень сильно влияет на всю нашу жизнь. К примеру, при Балтийской России производится такое количество энергии, которое со сбытком хватило бы на такую страну, как Дания. Но мы, в отличие от отчан, потребляя это море энергии, не участвуем в принятии решений о том, какие источники нам нужны и как эффективно использовать эту энергию. Почему так происходит? Потому что, наверное, это нас устраивает. А можно ли что-то изменить в этой ситуации? Да. Но если только мы сами этого захотим. Но хотим ли мы этого? Пока, видимо, не хотим, раз позволяем делать с собой то, что с нами делают. Но придет время, когда мы скажем, что нас это не устраивает. И тогда нам важно будет знать, как же это сделать. И тут-то опыт людей, живущих на других берегах нашей Балтики, может быть востребован. Датчане, как и большинство скандинавов, люди либерально настроены. И такое мировоззрение отражается в политическом и социальном устройстве страны. Особенно эти их качества проявляются в их отношении к потреблению и к производству энергии. Энергетический кризис, поразивший весь западный мир в начале 70-х годов 20 века, оставил свой след не только в экономике этих стран, но и серьезно повлиял на психологию людей, породив страх, беспокойство за свое будущее. Советский Союз обладал своими гигантскими запасами нефти, и поэтому кризис обошел его стороной. Но Дания, как развитая европейская страна, почти полностью зависела от импорта нефти. Энергетический кризис, когда цены на нефть поднялись в 4 раза, а поставки были крайне нестабильны, привел к пониманию того, что датская энергетическая политика уязвима и должна коренным образом меняться. Это сейчас в датском парламенте тихо и спокойно. Можно себе представить, как бурлил этот зал. Дискуссии о новой энергетической политике переливались через стены парламента и заполняли улицы городов. Попытка правительства заменить нефть углем привела к резкому росту выбросов в атмосферу углекислого газа, окислению озер и смерти лесов. Многие политики склонялись в то время к строительству атомных станций на территории Дании, полагая, что атом поможет Дании выйти из кризиса. Нужна была новая энергетическая стратегия. В то время Джейн Круз была молодой учительницей начальных классов. Она, как и миллионы датчан, стала активно участвовать в формировании новой энергетической политики своей страны. Для Дании это стало настоящим шоком. 100% тепла и электричества мы получали из нефти стран Персидского залива. И правительству, и простым людям, и бизнесменам стало ясно, что надо искать новые источники энергии. В начале 70-х все партии поддерживали развитие атомной энергетики. Но очень скоро мы поняли, что она приводит к очень сильному загрязнению окружающей среды. В этот период в Дании шли бурные дискуссии сторонников и противников ядерной энергетики. Многие считали, что ядерная энергетика решит все проблемы. Но была и сильная группа, которая очень аргументированно выступала против атомной энергии. Они говорили о связанных с ней проблемах отходов, о том, что воздействие излучения невозможно почувствовать. Зачем нам строить гигантские станции, создающие проблемы для следующих поколений? В это время в парламенте возникла очень сильная фракция женщин-депутатов, которые объявили себя противниками атомной энергетики. В результате активных действий общественных организаций, депутатов, правительство отказалось от развития атомной энергетики. Тогда мы решили развивать что-то другое и обратили внимание на энергию ветра. В конце 70-х стали развивать эти технологии. Сначала я была в команде, которая создавала аргументированную оппозицию ядерной энергетики. Можно просто устать от того, что постоянно говоришь «нет». Хочется показать направление, в котором нужно двигаться. Когда я только начала заниматься темой возобновляемых источников, мы не думали о теме загрязнения среды. Я просто очень боялась атомной перспективы. Я твердо знала, что это неправильное направление. Я всегда считала, что надо использовать более чистый способ получения энергии. Докровое направление развивалось снизу. Это было движение людей, которые сами создавали организации, ставившие целью производства чистой и устойчивой энергии. То есть это было социальное явление. Когда сами люди выступали с инициативой, создавали товарищества, покупали ветровые установки, строили ветроэнергетические фермы. К югу от нас есть школа, и ее руководители очень заинтересовались возобновляемыми источниками, в частности, ветровой энергии. Ее директор был к тому же настроен категорически против атомной энергетики. Они приняли решение построить ветровую установку прямо у школы. Это было в 1978 году. Они поставили два ветряка, и они успешно работали и продолжают работать. А ведь эти установки построены не профессионалами, а школой. Дискуссии о ядерной энергетике продолжались, но строились-то ветряки, и это было замечательно. Дискуссия о будущей энергетической политике Дании велась в самых широких слоях населения. Особенно активно в ней участвовала молодежь. Когда я был еще ребенком, мы жили в условиях энергетического кризиса. Надо было задумываться о сбережении энергии. Особые меры предпринимались по сохранению тепла. Я осознавал всю серьезность проблемы и думал, что могу содействовать нахождению ее решения с помощью продвижения идеи возобновляемых источников энергии. Мне эта тема очень волновала, так как позволяла найти решения на местном уровне. К тому же это простой и понятный инструмент противодействия ядерной политике. Правительством страны была принята программа «Энергия-2000», которая декларировала отказ от атомной энергетики и как решение энергетической проблемы развития альтернативных источников энергии, повышение энергоэффективности и энергосбережения. Приоритет отдавался развитию местных, локальных источников энергии. Это помогло развитию ветроэнергетики, для которой были обеспечены благоприятная тарифная политика и выгодные правила, направленные на увеличение доли ветроэнергии в общем энергетическом балансе страны. Для производства ветроэнергии нужно три вещи. Первое – это хорошая технология. Второе – хорошее регулирование или законодательство, которое обеспечивало бы продажу электроэнергии в сеть электрическую. И треть – это гарантию того, что это электричество будет покупаться. На сегодняшний день в Дании 6 тысяч ветрогенераторов, они производят примерно 20% ветроэнергии. Дания является мировым лидером производства ветровых турбин. 60% всех турбин, установленных в 2000 году, были либо изготовлены датскими компаниями, либо ими лицензированы. Это показывает, как страна может использовать предвидение и серьезную заботу об окружающей среде для занятий ведущих позиций в быстро развивающейся экономике. В настоящее время Дания – самая ветроэнергетическая страна мира. Она производит больше всего ветроэнергии на душу населения. Прогресс технологии ветровых турбин, обязанных значительной степени аэрокосмической промышленности, снизил стоимость энергии ветра с 38 центов за киловатт-час в начале 80-х до менее 4 центов в 2001 году. В некоторых областях энергия ветра уже дешевле, чем нефтяная или газовая электроэнергия. Сейчас мы посетим эту ветростанцию. Она работает уже в течение 12 лет и мощностью 400 киловатт. Итак, вперед на высоту 40 метров. Итак, мы поднялись на высоту нескольких десятков метров на берегу Северного моря. Ветер где-то 10 метров в секунду. Сейчас пока эта ветростанция стоит, отдыхает. Это вот то место святое, где ветер превращается в электричество. Это генератор. Впервые я побывал на высоте 40 метров. Это замечательное ощущение моря, энергии, которое исходит от этой ветростанции. Это здорово. Диаметр размаха крыльев этого ветрика 3-4 метра. Камни, выложенные вокруг него, показывают, насколько велик размах. Противники ветроэнергетики часто говорят, что погибает множество птиц. Но скорость вращения столь незначительна у этих ветроагрегатов. Птицы очень хорошо ориентируются и не могут попасть внутрь лопастей и погибнуть. Таким образом, это очень дружественная природе энергия. В настоящее время более 100 тысяч датских семей являются членами кооперативов по использованию ветровой энергии. Эти кооперативы установили 86% ветряков в Дании. Политические лидеры страны пришли к осознанию того, что использование ветра может внести вклад как в энергетическую безопасность страны, так и в стабильность климата. И потребители, выбирающие зеленое электричество, видят, что они теперь могут стабилизировать климаты. В тех регионах, где получают электричество от ветра, деньги, потраченные потребителям электричества, в значительной степени остаются в самом регионе. Поэтому развитие ресурсов ветра должно помочь местным общинам, обеспечивая дополнительный источник дохода. В Медельгрунде, в море, построен ветровой парк, состоящий из 20 ветряков мощностью по 2 мегаватта каждый. Он был создан в 1996 году по инициативе общественной организации КМЕК. В 1997 году Датское энергетическое агентство выделило 680 тысяч евро для подготовки ветропарка. Остальные средства были получены с помощью продажи акций. 10 ветряков принадлежит кооперативу, остальными владеет местная энергокомпания. Изначально только датчане могли стать акционерами, а сейчас ими может стать любой гражданин планеты. Мы находимся на берегу Балтики. 10 ветротурбин мощностью 2 мегаватта каждая дают энергию каждую минуту, каждую секунду. Я думаю, что многие страны Балтийского региона могли бы взять пример положительный, как можно бросать деньги на ветер и получать от этого очень хороший доход. Ветровой парк в Ленин-Тене был построен в 1996 году и состоит из 7 турбин мощностью 600 кВт каждая. Он расположен в порту Копенгагена. Владельцами кооператива являются 800 человек. Для фермеров открытие ценностей ветровых ресурсов подобно находке нефти, но в отличие от фонтана нефти ветер никогда не исчерпывается. А турбины, разбросанные по ферме, не мешают хозяйству, использованию земли, выпасу скота. Доход от ветра может превышать доход от продажи скота. Таким образом, ветровой бум помогает возродить сельские общины. Как только мы получим дешевое электричество от ветра, мы сможем использовать его для электролиза воды, получая водород. Это позволяет аккумулировать избыточную ветроэнергию. Водород, добытый из воды, самый простой, экологически чистый вид топлива. В Фольке-центре сегодня ведутся эксперименты по созданию нового, высокоэффективного автомобильного двигателя на водородных топливных элементах. Автомобили на водородном топливе позволят снизить выбросы СО2 на транспорте, поскольку при его сжигании образуется обычная вода. Датский центр по возобновляемой энергетике, Фольке-центр, это независимая неправительственная организация, основанная в 1983 году для развития, испытания и демонстрации возобновляемых источников энергии. В июне 1983 года было принято официальное решение о финансировании Фольке-центра. Через 4 года мы стали получать стабильное финансирование от парламента Дании. На площади в 3,5 квадратных километрах находятся ветроустановки, солнечные коллекторы, фотоэлектрические элементы и Центр по подготовке иностранных специалистов в области возобновляемых источников энергии. За год Фольке-центр принимает от 8 до 10 тысяч посетителей и зарубежных специалистов по использованию возобновляемых источников энергии. Сейчас поговорим о машинах. Они работают на ветровой энергии, аккумуляторы здесь и здесь. Но до Москвы на ней, конечно, не доедешь, больше года уйдет. Она может проехать километров 40, а потом аккумуляторы надо перезаряжать. Одной из важнейших тем мы считаем водород, водородные технологии. По этой теме мы подали заявку на финансирование от Европейского Союза, и мы надеемся, что она пройдет. Другой важной разработкой будущего мы считаем проекты по биомассе. Это пресс для выжимания рапсового масла. Его жмых тоже полезен. В нем 44 химических элемента. Семена рапса содержат от 40 до 45% масла. И с помощью этого простого устройства я могу выжать 2 трети содержащегося в нем масла. То есть из 3 килограмм семян я получаю 1 килограмм масла и 2 килограмма жмыха. В нем осталось еще 25% масла. Но оно повышает ценность этих кормов, так как жиры нужны животным. Это хороший заменитель сои. Попробуйте масло. Оно вкусное, оно хорошо. И для приготовления еды это здоровая пища. После пресса у него небольшая темная примесь от семян. Постояв, она ослаждается. Готовый продукт в бутылках не только превосходен в пищу, но и может использоваться как топливо для двигателей внутреннего сгорания. При этом оно отличается высокой вязкостью. Если немного изменить технические стандарты, мы можем использовать это масло в качестве топлива. С одного гектара рапса можно получить около 3 тонн семян, то есть 1 тонну масла и 2 тонны кормовой массы. При этом в процессе роста рапс поглощает кислый газ из атмосферы. Этот автомобиль работает на топливе с добавкой рапсового масла. Да что ты такое жареная картошкой бабка? Одна из характеристик новой энергетики, получившей распространение в Дании, это то, что она гораздо больше зависит от местных источников энергии. Небольшие энергетические станции стали основной частью энергетической системы страны. Сегодня Дания стремится развивать как раз такие локальные источники энергии. Итак, мы прибыли на станцию, которая будет демонстрировать, как сжигаются отходы деревообрабатывающей промышленности или щепа. Эта теплостанция поставляет тепло в 350 домов поселки Лестервик, где проживает 1200 человек. Вначале в качестве топлива здесь использовался мазур, но в 1986 году станция перешла на отходы деревообрабатывающей промышленности щепу. Вот это то, что у нас в России гниет тысячи кубов в лесу, а здесь это сжигается и дает энергию и тепло в дома. На станции работают два человека, причем один на полный рабочий день. Котельная находится в собственности самих жителей поселка, объединившихся к оперативу. Общая потребность в щепе 12 тысяч кубометров в год. При подаче тепла потребителям теряется только 20% литра. Эта чугунная труба закапывается в землю. Горячая вода подается через эти отверстия. Труба защищена от коррозии. Система управления котельной имеет два режима – зимний и летний. Автоматика поддерживает свой режим для каждого сезона. Этот прибор позволяет определить, сколько тепла получает каждый дом. Ежегодно жители поселка платят за тепло около 1200 евро. А раньше, когда станция работала на мазуте, платили 1600 евро в год. Котельная работает в автоматическом режиме. В случае аварии или сбоя, оператор котельной получает сигнал на пейджер и тут же принимает меры к педации аварии. Эта небольшая теплостанция в поселке Хиннирук также владеет потребителем. Кооператив, члены которого избирают управляющий комитет. Всего в Дании 400 тепло- и электростанций, которыми владеют пользователи. На теплостанции Хиннирук работают 9 человек. Она начала работу в 1962 году и обслуживала 75 человек. В настоящее время 12 тысяч жителей муниципалитета получают тепло от этой теплостанции. Изначально теплостанция использовала мазут в качестве топлива. Но в 1988 году для выработки тепла теплостанция начала использовать соломы. Солома является более дешевым топливом, чем нефть, и ее использование не приводит к увеличению CO2 в атмосфере. В Дании около 50 таких теплостанций, работающих на соломе, и около 60 работают на отходах древесины. Все станции используют только датское оборудование, так как оно высокого качества. Мощность этой теплостанции 10 мегаватт. Она потребляет 15 тысяч тонн соломы в год. Крупные теплоэлектростанции, или ТЭЦ, в Дании обслуживают большие города и промышленности. Этот ТЭЦ в Стульбрубе является основным источником тепла и электроэнергии для города Оркуса с населением 250 тысяч жителей. С 1993 года в Дании проводились эксперименты по сжиганию совместно угля и соломы. В результате эксперимента было получено оптимальное соотношение 90% угля и 10% соломы. В соответствии с датским законом, энергокомпании, начиная с 2000 года, должны сжигать 14 миллионов тонн биомассы в год. По крайней мере, 1 миллион тонн должно быть соломы. В 2001 году четвертый блок ТЭЦ был переделан так, чтобы на нем можно было сжигать солому, доля которой составляет 10% от общей загрузки топлива. За год четвертый блок позволяет сжигать 100 тысяч тонн соломы. Сначала солому сортируют, отделяя камни, песок и различные примеси. Здесь солома попадает в мельницу, где ее размалывает, и уже размягченная солома поступает в топку. Солома и уголь смешиваются только в котле сжигания. Станция планирует смонтировать еще одну установку по сжиганию соломы. Есть цель сжигать всю солому, производимую в этом регионе. Солома – самый лучший вид биомассы для сжигания. Солома хорошо горит. Это выгодно для фермеров. Если раньше вся солома сжигалась на полях, то теперь она дает тепло и электричество. Большая часть датской энергосистемы находится под контролем государства или потребителей. Компании, занимающиеся распределением электроэнергии, организованы как кооперативы и работают по демократической системе, в которой правление избирается каждые 4 года. Опыт показывает, что такая система управления эффективна во всех отношениях и гарантирует честное формирование цен для различных видов потребителей. Новая датская энергетическая политика не только уменьшила зависимость от импорта нефти и отказа от авторных электростанций. Она позволила создать прорыв в новые экологически чистые технологии, стать примером и стандартом для всего мира в области как получения чистой энергии, так и ее эффективного использования. Законы Дании обязывают энергокомпании поощрять своих клиентов к внедрению мер по энергосбережению. Одна из крупнейших энергетических компаний Дании, NRG, открыла несколько центров для консультации населения. Такой центр предлагает различное энергосберегающее оборудование и дает подробные консультации. Лампа мощностью 11 Вт дает столько же освещения, как 60-ваттная лампа накаливания, и при этом работает ровно 12 тысяч часов. Энергосбережение и энергоэффективность становятся жизненным стандартом для датчан и определяют их выбор бытовых приборов. Будь это холодильник или лампочка, а для производителя энергосбережение является возможностью показать современный уровень технологий и доказать свою конкурентоспособность. Дания является родиной новых форм совместного существования, так называемых ко-хаузингов. Изобретение этой страны, которая очень активно перенимается многими другими странами. Такое поселение можно называть экодеревью. Это отдельно построенная от города, компактная группа одно- и двухэтажных домов, стены которых соприкасаются. За счет этого экономится тепло и строительный материал. Внаружи огороды, они могут быть общинными или индивидуальными. Внутри поселения, перед каждым домом, уютная бужайка, кусты, плодовые деревья, скамеечки, много цветов. Это экологическое поселение основало группу молодых людей из большого университетского города. Это были люди, которых волновали проблемы окружающей среды. И они хотели доказать на практике возможность применения разработок по возобновляемым энергоисточникам, органическому землепользованию и другим. В этом направлении они начали действовать около 15 лет тому назад. Получили в муниципалитете разрешение на застройку этого места и постепенно старались строить эко-дома из природных материалов. Сейчас у нас 55 домов и строительство продолжается. Коммуны исповедуют устойчивый образ жизни как в экологическом, так и в социальном планах. Дома в деревне построены из экологически чистых материалов, необожженной глины или земляных блоков. Здесь максимально используются возобновляемые источники энергии для производства тепла и электричества. На каждом доме стоят солнечные коллекторы, которые позволяют получать в летнее время необходимое количество теплой воды. Местная котельная работает на щепе. Все дома построены как дома с низким энергопотреблением. Датчане – практичный, веселый и общительный народ. Эти качества позволяют им не только строить свою жизнь в согласии с самим собой, но и видеть в природе сферу приложения творческих сил и полноправного партнера, диалог с которым нужно строить на взаимном уважении и осознании неприходящей ценности друг к другу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok